Добрый день. Научная библиотека Тюменского государственного института культуры уже более 15 лет ведет культурно-образовательный проект «Читать модно». Для своих студентов-преподавателей, для читателей мы рекомендуем краеведческие книги. Итак, сегодня Татьяна Тепышева представляет нам книгу «Мы – сибиряки». Коренная сибирячка, выросшая в сибирской деревне, помнящая все, собравшая фотографии, архивы, документы. Выросла она в среде коренных сибиряков. Дом ее деда 170 лет уже стоит и еще столько же простоит. Поэтому то, что она описывает историю Сибири, она рассказывает через свое детское и юношеское восприятие и одновременно современное взрослое осмысление. И, конечно, история, начиная с державной мощи Тобольска. Вот в эту книгу вошло 23 философско-художественных очерка. Очерки полны не просто рассуждений, а написанные ярким, литературным, образным языком. Они рассказывают нам вот ту самую теплую, сердечную историю Сибири, которую знают только живущие здесь, или те, которые встречались с Сибириками. Сибирь – представление Европы или европейской части – это край суровый, морозный, звери, страшные, сердитые люди неразговорчивые. Потому что действительно, во-первых, жили старообрядцы, которым как бы вот они сами много не говорили. Нельзя говорить много. Господь не попускает либо зубоскальства, либо шуток, либо и так далее. Суровые, молчаливые, многоделающие, многопонимающие вокруг себя и в людях, и в природе. Итак, собственно, рассказ. В первую очередь, это «Державная мощь Тобольска». Рассказывают о первом городе Тобольске, о том, что вспоминают вот эти детали всевозможные, что только два города, два города в России, кроме столицы, имели право на заключение международного договора. Санкт-Петербург, столица и Тобольск. То есть Тобольск мыслился столицей Сибири. И вот эта «Державная мощь Тобольска», она реальна. Не только из Тобольска началось освоение Восточной Сибири, но одновременно и строительство, и церковное строительство, храмовое. И Тобольские, конечно, славятся своими великими людьми. Художники Перов и Знаменский, композитор Алябьев, литератор Петр Ершов, Дмитрий Иванович Менделеев. Но самое интересное то, что не всякий знает, оказывается, первым сибирским святым монахом был преподобный Далмат Исецкий. Когда-то в миру он был городнее, чем города Тобольска, Макринский. Оставив все в 50 лет своим детям, и он ушел искать для души Бога. Ушел на Исецкие, на речку Исеть, в те места, которые не знали русского слова. Эти места, угодья лесные, принадлежали татарскому хозяину или гей. Купцы, узнав от пустынники, к Далмату стали подходить. Все новые и новые в монахи просили. Создается монастырь. А купцы, которые, в общем-то, позавидовали и в то же время не хотели, чтобы монастырь там был, распугают пушни, но, значит, начнут собирать вокруг себя людей. Они Ильгею, ноябедничали, сказали, что монахи отберут твою землю. Ильгей приехал, примчался со своим небольшим войском, дружиной, и не разорил этот монастырь, потому что, оказывается, бывший Макринский или монах, вот он оказался родственником Ильгеи, татарской крови. В следующий раз приехал опять этот монастырь разорять. И однажды ночью, когда он остался ночевать, он увидел прекрасную свет, яркую даму, которая ему грозно сказала, монахов не трогать, а земли отписать монастырю. Итак, первый спонсор, первый меценат христианского первого монастыря в Сибири был татарин Ильгей. И очень этот далматский монастырь, он до середины 20 века, до 20-х годов 20 века, он хранил кольчугу этого дарителя. Мы потом разорели. Безусловно, это Сибирь-каторжная, пограничный столб на сибирской грани. Безусловно, Сибирь предстает перед нами одновременно и как край христианский. Человек Божий Алексий II, митрополит, он периодически приезжал в Сибирь, благословлял возрождение Сибири, в том числе Тобольскую губернию. Мы видим здесь и нашего современного епископа, Кеменского, Тобольского, Дмитрия. И вот интересно, что рассказ о праздниках, как красиво оформлены, какие замечательные фотографии. Но одновременно и старые фотографии. Вот первый крестный ход. Она вспоминает, когда еще не было после войны, 50-е годы, церкви закрыты, запрещено, священников не было. Тогда старики сказали, что сами почитаем молитвы. Вырубили проруби и, значит, пошли с бабками. Пошли на эту купель креститься сами. Читали молитвы, что помнили. И вот сама Тепышева прошла эту купель. И мне вот, например, очень понравилось и удивило. Я впервые встретилась с таким, что вот эта храм на крови во имя всех святых в земле российской, просиявших на месте Патевского дома Суловский, где в подвале была расстреляна семья последнего императора Николая II с супругой и с детьми. Так вот, этот очерк делится как бы на две части. То есть царская жизнь Николая II – это жизнь. А уже когда он отрёкся от престола и жил в Ипатьевском, и затем вот эта мучительная смерть – это уже житие. Поэтому жизнь и житие царских страстотерпцев. Интересно, вот отдельные какие-то моменты, которые мы узнаём у Тепышевой. Сибирские умельцы, Иван Данилович Самойлов, который по ЮНЕСКО, в ЮНЕСКО был назван академиком ЮНЕСКО, потому что он землеустроитель, по собственному почину собрал в селе Нижней Синячихе избы 17-го, 18-го, 19-го века привезли, поставили, сделали удивительный музей. А деревенские избы в то время, особенно в 19-м веке, расписывали. И вот эти вот росписи, вот мы видим такую удивительную, нарядную комнату. Потому что здесь одновременно и наш кеменский ковёр, и лутеровский ковёр. И вот эти вот росписи, райское дерево с цветами и плодами. И все предметы, прялки, всевозможные ковшики, всевозможные... Уж я не говорю про детскую колыбельку, всё было разрисовано. И дом-то был праздничный. Дом смотрелся удивительным. Интересно, что вот называли вот этих вот художников, которые передавали мастерство, называли как единственная уникальная коллекция. И вот малярами, даже не малярами, а называли вот как красильщиками. И надо сказать, что в 12 лет к своему деду, или там к двоюродному деду, приехал сирота, которого назвали Иван Федюнинский. Егор Трофимович из деревни Гелёвой приютил, приголубил племянника Ванюшку, у которого однообщастие и матюшка, и батюшка приставились. И вот с 12 годков он ходил с дядей Егором Малярьевым. Где, в каких домах было художество маленького подмастерия Ванюшки, гордости и славы той Гулымской земли, героя Советского Союза, генерала Ивана Ивановича Федюнинского. В Тюмени есть улица имени Федюнинского. И, конечно, это одновременно, вот эта вот история, мы воевали не зря. Фотографии сибиряки и на Первой мировой войне, и Великой Отечественной. Затем вот эти вот фотографии молодых воинов, которые прошли и Афганистан, и Чечню. И, безусловно, забавы сибирской старины. Она рассказывает о песнях, о посиделках, она рассказывает о праздниках, о сибирском говороке, особый говорок, причем, как бы, Сибирь говорила, либо очень грамотно и правильно, в Тюмени, в Тобольске, это вот те, которые переселенцы с русского севера, либо, когда в XIX веке сюда пошли с Центральной России, каждый привез свой сленг, привезли свои этнографические особенности произношения. И, безусловно, еще один момент, обратите внимание, она рассказывает Тепишева, Татьяна Тепишева рассказывает не только об исторических деятелях, не только о том, как жили, но одновременно, и вот о современниках наших, о хлеборобах, о врачах, которые создали после войны сразу же Ахманку. Считается, что здесь единственные во всем мире удивительные грязи, лечебные. Безусловно, она сама причастна к старообрядчеству, она пишет с удовольствием, рассказывает о киржаках. Вот от нее я узнала, что, оказывается, протопопа Аввакума, старообрядца, раскольника, идеолога Раскола, его ведь не просто, его назвали огнепальный, потому что, с одной стороны, он призывал принять очищение, чем принять вот это кукиш, как они говорили, треперстие, ну, с огнем уйти, сгореть заживо, но в то же время ведь и его сожгли на костре вместе с книгами, с его, с письмами, и в то же время память о нем сохранилась. И вот она заканчивает свою книгу, рассказывая об эсетских киржаках, о старообрядцах, их фотографии, их кладбище, их молельни и так далее. Итак, вот эта вот книга – своеобразная энциклопедия народного быта, но энциклопедия, написанная популярным языком, написанная в светлой тональности, с удовольствием, с радостью поделиться тем, что она любит Тепышева Татьяна, любит, знает и хочет приобщить как можно больше читателей к своему восхищению перед сибирскими народами, традициями и страной Сибири. Продолжение следует...